Мой прадедушка, Арутинян Абелл, ушел на фронт в 28 лет. Красивый, с гудрявыми волосами, статный мужчина, таким его запомнили его дети. Он пришел домой с войны раненый, без своей шикарной шевелюры. Дети даже его не узнали. Второе произведение, которое я сейчас прочитаю, принадлежит Льву Ашанину. Молжская баллада. Третий год у Натальи тяжелые сны, Третий год ей земля горяча. С той поры, как солдатской дорогой войны, Муж ушел, сапогами стуча. На четвертом году прибывает пакет, Почерк в нем незнакомый, сров. Он отправлен в саратовский лазарет, Ваш супруг, Алексей Ковалев. Председатель дает подорожную ей, То надеждой, то горем полна. На другую солдатку, оставив детей, Едет в город Саратов она. А Саратов велик, от дверей до дверей, Как найти в нем родные следы. Много раненых братьев, Отцов и мужей на покое волжской воды. Наконец, ее доктор ведет По тропинкам больничных ковров. И притих же Слышит она, как во сне. Здесь лежит Алексей Ковалев. Нерастраченной нежности Женской полна. И калейку Наталья ждала, Но того, что увидела, даже она, Ни понять, ни узнать не могла. Он хозяином был, Ее дум и тревог, Забивал и лихим кузнецом. Он ли, этот бедняга, Без рук и без ног, С перекошенным серым лицом? И не в силах Сдержаться от горя пьяна, Повалившись в кровать головой, Голос вдруг закричала, Забыла она. Где ты, Леша, Соколик ты мой? Лишь в глазах у него Два горячих луча. Что он скажет, без руки, не мой? И словно Наталья велитит по врача. Собирайте, он едет домой. Не узнать себе друга, былого жена, Пусть как память живет он в дому. Вот спаситель ваш, Детям сказала она. Все втроем поклонитесь ему. Причитали соседки над женской судьбой, Горевал ее горем колхоз. Но как прежде вставала Наталья с зарей, И никто не видал ее слез. Чисто в горнице, Дышат в печи дороги. Только вдруг, словно годы назад, Под окном раздаются мужские шаги, Сапоги по ступенькам стучат. И Наталья глядит за скамейки без слов, Как склонившись в дверях головой, Входит в горницу муж, Алексей Ковалев, С привязанной правой рукой. Не ждала, Говорит улыбая жене, И взглянув по хозяйски кругом, Замечает чужие глаза в тишине И другого на месте своем. А жена перед ним не мертва, не жива, Но как был он в дорожной пыли, Все поняв, И не в силах придумать слова, Поклонился жене на земле. За великую душу Подруги не мстят и не мучают Верной жены. А с войны воротился не просто солдат, Не с простой воротился войны. Если будешь на Волге, Припомни рассказ. Невзначай загляни в этот дом, Где напротив хозяйки В обеденный час Два солдата Сидят За столом. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ